Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но в эти дни, когда здесь проходила одна из операций, связанных с освобождением Нарвы, погибли и несколько других замечательных молодых воинов, чей подвиг был удостоен звания Героя Советского Союза. Это и Бостраков, и Пастов, и вот поэт Георгий Суворов. И поэтому сегодня мы в эти же дни будем вспоминать о тех, кто здесь 14-15 февраля 1944 года сражался, чтобы освободить Нарву. Мы фактически каждый год собираемся у этого камня, каждый год возлагаем здесь цветы, вспоминаем тех, кто участвовал в Мерекюльском десанте, кто сделал все для того, чтобы мы могли это фактически сделать. В последнее время, к сожалению, раздается слишком много всевозможных суждений по поводу того, что... А нужны ли были те или иные жертвы по тем или иным направлениям действий фронтов там? А нужно ли было... Не сдать ли было Ленинград для того, чтобы избежать таких жертв и так далее? Это была жестокая, жестокая битва с фашизмом. Это была жестокая... Людей ранее, которые с нами не присутствовали, мы регулярно посещаем этот пятачок. Друзья, в этот день мы собрались здесь, чтобы почтить памятью тех воинов, которые погибли здесь при освобождении Нарвского флаздарма. Хотя, как Василий Афанасьевич рассказал, военная операция, к сожалению, потерпела неудачу. Тем не менее, эти люди внесли свой неоценимый вклад в освобождение всего мира от фашизма ценой своих жизней, совершив подвиг. Поэтому вечная им память, спасибо им за то, что мы живы. Мы будем их помнить и будем приходить сюда и вспоминать про них. Спасибо. Воспитываем новое поколение юных моряков и моряков будущего в духе патриотизма, в духе любви к своей родине и уважении к старшим, и уважении к погибшим, уважении к тем, кто добился для нас свободы и спокойного проживания настоящего мира. В первую очередь, я бы хотел сказать о том, что, подчеркну, что все эти ребята, которые погибли, они были добровольцы. Когда они пошли на операцию, никто из них не думал о том, о каких-то наградах, подвигах или героизмах. Я думаю, что не просто каждый хотел защитить свою семью, родных, близких, свою страну, свою родину. Поэтому для них, наверное, сейчас очень важно то, что спустя 70 лет мы здесь собрались, мы помним... Ждет огонь смертельный, и все ж бессиленом, сомнения прочь уходит ночь отдельный, Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтает с ума сойдет разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутоним, и значит нам нужна одна победа, одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессиленом, сомнения прочь уходит ночь отдельный, Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Хлеб не будем ловить? Это не я. Это те, кто не в этой. Десятый наш десантный батальон. Продолжение следует...